Это внешне вполне приличное здание было сооружено в конце 40-х прошлого века. Несколько лет спустя разбили парк. Послевоенная беженская молодежь в кино ходила как на праздник. Металлург стал культурным центром. В 90-х кинотеатр перепрофилируется в Дом культуры. Но от этого своей привлекательности по большей части за счет дискотек не теряет. Больше десятилетий металлург заколочен. За все время сменилось здесь немало собственников, но помещение от этого лучше не становилось. Как итог, хоть внешние крепкие стены, но повреждены грибком основательно. Степень износа по приблизительным подсчетам больше 70%. Что происходит внутри, узнать нам не удалось. Металлург по-прежнему в частной собственности. А вот парк полностью бесхозный. Николай Денин рекомендовал брянскому архитектору Александру Панченко создать проект по благоустройству этой пока ничейной территории. Критика губернатора относительно объекта была довольно жесткой. Сквер должен работать и быть местом отдыха жителей Бежицкого района. Вот это мы сделаем, чтобы вот таких убожищ не было. И постоянно, системно должна власть обращать на это внимание. По предварительным подсчетам на все вышеперечисленное требуется порядка 20 миллионов рублей. Городские власти наряду с этим сквером продолжат в этом году модернизацию еще ряда бежицких парков. Далее руководство города и области отправилось в 61-ю школу. Здесь практически законченный ремонт и монтаж бассейна. Восстановлен он в рамках образовательной программы «Наша новая школа». В Бежице не без гордости отмечает Сергей Смирнов. Это уже пятый школьный бассейн. Это востребовано. И детки будут рады здесь покупаться, заниматься физкультурой. Будем делать. И постараемся за два года где-то в процентах 80 школ их сделать. Такой у нас и план есть, и есть намерение. Ищем сейчас финансы. Наполнение воды в этот просторный, светлый, построенный по последнему слову техники бассейн начнется 28 февраля. К слову, сухим и совсем неуютным на капитальном ремонте он находился полтора десятилетия. Благодаря активности областных и городских властей дело с мертвой точки сдвинулось быстро. Использовались современные технологии, современное оборудование. Отопление было заменено. Была заменена полностью кафельная плитка. Полностью заменена. Затем водопровод, канализация, оборудование, монтажные работы. Помимо бассейна глава региона заглянул в спортивный зал школы, посмотрел в каких условиях занимаются ребята. Не обошел вниманием и школьную столовую. Пообщался с медсестрой и посмотрел, как оборудован медицинский кабинет. Нам нужно здоровое поколение, которые будут работать эффективно, в том числе и в дальнейшем в экономике. А мы этому должны сегодня всячески содействовать. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События. Брянск.